Рекординг и прогресс. Коллеги, всем доброе утро, добрый день. Школа менеджмента Стратоплан. Рассаживайтесь, пожалуйста, поудобнее в нашем виртуальном эфире. Коллеги, давайте вначале проверим трансляцию. Если вы нас видите, слышите, вам видны слайды, напишите, пожалуйста, нам несколько плюсиков в чат. Убедимся, что у нас хорошо все с интернетом, и мы с вами можем общаться. Так, Вячеслав Федорович, вижу плюсики. Да, Надежда, спасибо. Да, спасибо большое. Похоже, у нас все работает, можем начинать. Друзья, спасибо, что присоединились. Я сегодняшний эфир, когда заходил в Zoom, увидел, что он называется «Последняя презентация». Вот, с одной стороны, как-то мрачновато «Последняя презентация». Наверное, мы еще проведем несколько, я думаю, за нашу бытность школы менеджмента. Вот, это действительно «Последняя презентация» программ перед их стартом, вот тех самых сентябрьских потоков наших основных программ, которые мы запускаем теперь трижды в год. И вот сегодня мы собрались поговорить про три из них. Причем у нас одна ссылка в Zoom. Вот, на презентацию у нас будут сортовать каждый час. То есть сейчас у нас будет презентация про курс «Команда». Курс для тех, кто руководит, соответственно, командами, инженерами, то есть теми, кто никем не руководит. Потом у нас через час будет отдельная презентация программы для руководителей отделов. Руководители отделов — это люди, которые руководят тем лидами или другими руководителями, или руководят большими функциональными отделами. И через два часа у нас будет презентация нашей новой программы «Школа технического директора», где мы будем рассказывать про то, как эта программа будет происходить в виде симулятора. Того, что мы раньше не делали, такая премьера получается. Вот, но сейчас про курс «Команда». Ну что, давайте тогда и начнем. Пару слов про нас как школу менеджмента. Она была основана двумя людьми. Это мой коллега Вячеслав Тверич Панкратов. Я, меня зовут Александр Орлов. Вот мы со славой люди с айтишным анамнезом, с айтишным прошлым, то есть заканчивали всякие технические школы, технические вузы, и потом пошли работать, получали от этого большое удовольствие. Там инженеры, программисты, тестировщики, тем лиды, опять же, менеджеры команд дошли до директорских позиций и довольно давно занялись обучением, работая еще так давнами. Вот познакомились, друг другу понравились. У нас были отдельные проекты образовательные в айти. Но с 2010 года мы объединились и решили, что мы будем работать под брендом школы менеджмента Стратоплана, слов «Стратегическое планирование». Ну и Стратоплан – это еще аппарат, который летает в стратосфере, на всех свысока посматривает. И занялись обучением. То есть в 15 лет мы профессионально занимаемся тем, что учим умных людей работать с другими умными людьми. В темах управленческих компетенций, в темах soft skills и всего, что с этим так или иначе связано. Довольно много людей через нашу школу прошли, потому что 15 лет – это долго. И те, кто начинали темледами, они сейчас уже директора компании, где-то вице-президенты корпораций, приглашают своих темледов к нам учиться. И некоторые компании вот так приходят, приходят поколениями. Коллеги, если, кстати говоря, вы у нас учились, можете написать, что год, когда вы познакомились со Стратопланом. Может быть, это этот год, а может быть, это было чуть раньше. Вот заодно соберем такую социометрию. Вот в каком году или сколько лет назад вы познакомились с нами? Ну, потому что мы в разных апостасях выступаем, где-то пишем, выступаем на конференциях, проводим эфиры. Вот люди у нас учатся, и выпускники к нам тоже заглядывают. Да, спасибо. Лея, 20-й год. Да, Юрий. Ага, 22-й. Курс «Команда». Вот, видите, рады видеть наших выпускников. Спасибо, что приходите. Да, спасибо. 23-й год, ага. Да. Вот у нас любопытные случаи. Я потом буду рассказывать один из наших спикеров, Рома Ивлеев, там, широко известный на русскоязычном пространстве, уже давно технический директор, учить технических директоров. Он был исторически нашим первым студентом в 2010 году. То есть вот мы когда форум регистрации открываем, с сентября 2010 года, вот, а там Роман Ивлеев. Очень приятно. Завершая, значит, чем мы занимаемся, мы учим, ну, и параллельно приходится разбирать разные управнические кейсы, потому что инструменты и всякую теорию излагать – это любопытно, но интересно, как это все решает ваши конкретные проблемы. Поэтому этим мы тоже занимаемся очень много, и параллельно пришлось получить психологическое образование, не так, чтобы мы к этому стремились, но необходимо, чтобы глубже понимать, что происходит с человеком на позиции руководителя, потому что он все равно остается человеком, и голову свою он приносит туда ту, которая у него есть. Поэтому психология важна, и во всех наших программах есть сейчас определенная психологическая глубина тоже. Во что мы верим? Мы верим в очень простую историю. Мы много перепробовали форматов обучения и видеокурсы, и, ну, естественно, хочется и масштабироваться, и все такое, но что выяснилось, такая, может быть, банальная вещь, что работе с людьми можно научиться только с другими людьми. Вот такая вот нетривиальная мысль. Но это правда. Потому что тебе важно не только уметь что-то делать, тебе важно еще, чтобы люди реагировали, ты отслеживал свою реакцию. Это происходит только в контакте «Человек-человек» или «Человек-группа», когда мы говорим про профессию руководителя. Поэтому все программы – это много общения, много практики, обсуждения, ролевые игры и так далее. Но про это мы еще поговорим. Значит, говоря про курс «Команда», с какими задачами люди приходят в курс? С какими целями люди приходят в курс? Во-первых, первая такая важная история – это проверить, вообще управление – это мое или не мое. Потому что на позиции руководителя команды часто находятся инженеры, которые еще помнят, как им нравилось кодировать или нравилось тестировать. Коллеги, кстати, можете написать, если вы инженеры, вот ваш первый, что ли, профиль, чем вы занимались? Мы со Славой, например, много времени провели в QA в свое время, тестирование. Вот как у вас? Ну, смысл в том, что… Frontend, Никита, спасибо. QA, Надежда, большой привет. DevOps. Ох, у нас разнообразие сегодня, смотрите. Из разных к нам областей люди приходят. QA тоже, ага. Всем спасибо. Вообще не IT, Евгений, да. И такое тоже бывает. При нашей аудитории такой сегмент тоже есть. Но смысл в том, что в какой-то момент, когда ты начинаешь руководить, хочется проверить, это вообще твое или не твое. Может, это не твое на самом деле. Ну, то есть, может быть, каких-то проблем и сложностей возникает больше, чем удовольствие от всей этой истории. И это задача, с которой люди приходят в курс. Второе – это наладить работу в команде, перестать работать за всех. Потому что иногда, когда начинающий руководитель становится руководителем, от команды требуют результатов. И в этот момент результаты нужно давать. Если ты не очень хорошо умеешь команды руководить, включать их в работу, там, ставить задачи, контролировать, как дать результат? Закрыть все своим крупким телом. И вот ты все это закрываешь, все это начинает ехать на твоей энергии. И вот в этом состоянии иногда к нам приходят люди учиться. Третья задача, с которой иногда приходят, это вырасти. И по карьере, и по деньгам. Очень понятная история. Вот рост по деньгам, мне кажется, многих интересует. Четвертое – это избавиться от синдрома самозванца. Потому что иногда кажется, что ты вроде что-то делаешь, вроде и получается. Но иногда тебя посещает вот этот самый синдром. Когда тебе кажется, что ты не на своем месте, тебя просто по ошибке назначили, повезло, там, не знаю, по какой-то другой причине. Сейчас тебя разоблачат и отправят куда-то. Разжалуют обратно, значит, в инженеры. Вот. И такой будет удар мощный по собственному эго. И еще одна задача интересная, с которой приходят, причем это уже довольно опытный руководитель. Я прям помню, я собеседовал, когда студентов. Володя, мы у него вели корпоративный тренинг. Там, значит, зарубежный банк, мы приезжали к ним в офис, вели тренинг со Славой. Говорю, Володя, ты так к нам зачем? Ты 10 лет уже руководитель, причем там, ну, крупными командами. И дальше выясняется, что, ну, он вышел на такое плато своеобразное, карьерное, когда не так быстро что-то меняется вокруг, и вроде все понятно, но как-то интереса ко всему этому уже нет. И люди приходят, знаете, как будто перенайти себя в профессии. И эту задачу программа тоже решает. За счет глубины, за счет того, что ты просто находишь новые фокусы в своей роли руководителя. Это задачи, с которыми к нам люди обычно приходят. При этом, что важно понимать, что решение этих задач, оно зависит, на самом деле, от довольно простых и понятных вещей. Первое, это ваше состояние и ваш ресурс. Вот, коллеги, если оценивать вашу личную батарейку, ну, 100% это максимум, 0% это, соответственно, вы лежите и не можете встать. Вот ваша батарейка в среднем, в среднем, на сколько процентов она сейчас заряжена? Плюс-минус. 30%, 70%. Вот как бы вы свою батарейку оценили? 75, 40%, 95, Юрий, вот это да. 70, 80, 30%. Обратите внимание, у всех по-разному. Но вы понимаете, что от вашего ресурса зависит то, сколько изменений вы можете получить спустя 9 месяцев, спустя год. Независимо от того, придете вы в программу, очень не придете. Программа – это некая инфраструктура, которая вас поддерживает в изменениях. Но сами по себе изменения зависят от того, какой у вас сейчас есть ресурс. И это большая часть, к которой мы уделяем внимание. Именно поэтому у всех наших студентов в личном кабинете будет еще и курс-ресурс, который Слава вел в свое время, про то, как со своим состоянием разбираться, как его замечать, потому что мы очень плохо умеем его замечать. Как мы заряжаемся, как мы разряжаемся, от чего конкретно мы разряжаемся, как свою работу организовать так, чтобы разряжаться меньше, а заряжаться больше. Но я к чему веду? К тому, что изменения зависят от ресурсов. Вторая большая такая история, от которой зависит, что вы можете изменить, это люди, люди, с которыми вы работаете. Люди, с которыми вы работаете, скорее всего, взрослые. Их характеры складывались годами. Вряд ли вы найдете какой-то лайфхак, как человека сделать более ответственным, изменить его мотивационные факторы. В общем, людей менять очень сложно. Но их можно изучать и можно выстраивать работу так, чтобы учитывать их особенности и выстраивать свой контакт так, чтобы ясно понимать, чего вы от них хотите. Чтобы у них была возможность, был шанс на это отреагировать. Но от людей, с которыми вы работаете, зависит очень многое. Если вы работаете в индустрии IT, вы, наверное, замечали еще, что иногда смотришь на двух инженеров, и такое ощущение, что по компетентности один в 10 раз круче, чем другой. Не знаю, если у вас было такое, можете смайлик написать нам в чат. Ты смотришь на инженеров, и ощущение разницы на порядок. Не по производительности, количеству кодек, которые он может написать, а по глубине мысли, по идеям, которые один может предложить, а другой принципиально как будто не может. Вот это та самая разница между джуниор-инженером и синьор-архитектором. Понятно, что если у тебя люди вот такие, ты можешь делать вот это. Если такие, ты можешь делать вот это. Ты тут никуда не денешься. Твои результаты как руководители зависят от людей, с которыми ты работаешь. И третье – это умение работать с людьми. Подружить всю эту социальную систему. Себя, людей, людей между собой. Потому что социальные системы живут по своим законам. Их важно понимать, учитывать, знать, к чему готовятся. Ну, там, если от вас уходит человек, команда уйдет в этап шторминга. Если к вам приходит новый человек, команда уйдет в этап шторминга. Если вас объединят с другой командой, команда уйдет в этап шторминга. Ну, в общем, и так далее. Звучит так, что что бы вы ни делали, команда уйдет в этап шторминга. Но это не так. Но к тому, что важно понимать, что происходит с командой. И на что вы там можете повлиять. Вот такая история. И во всем этом, с чем вам точно придется столкнуться? Вам придется, вот как руководителю, скорее всего, искать баланс между интересами команды, между интересами бизнеса. Есть еще третья вершина, которую мало кто замечает, а третья вершина – это ваш авторитет и в глазах бизнеса, и в глазах команды. А иногда это формулируют как власть. Мне больше нравится понятие авторитет. Причем авторитет не формируется вот так по щелчку пальцев. Вы его складываете из кирпичиков постепенно. Он долго приобретается и быстро теряется, к сожалению. Где-то есть еще собственные интересы. И вот между всеми этими вещами тебе нужно находить баланс, принимая какие-то решения или, наоборот, не принимая решения, потому что все остальные-то видят, что происходит. Они видят, что у нас в команде есть проблема, и руководитель на нее что? Не реагирует. А почему? И дальше у всех свои выводы. Или реагирует, но каким-то образом, так, как люди это видят. И из этого складывается ваш авторитет, желание работать с людьми, их открытость и так далее. Авторитет в глазах бизнеса напрямую влияет на карьеру. Ольги, если это понятно, напишите мне, пожалуйста, плюс, потому что это важная история, и вокруг нее как раз и строится курс команды. И, на мой взгляд, должна строиться любая программа обучения руководителей, естественно. Да, спасибо большое за плюсы. Что любопытно, что интересы бизнеса иногда распадаются. Это может быть не какая-то одна точка. Это может быть, например, интерес твоей компании, интерес клиента, на которого ты работаешь в случае аутсорсинговой компании. И эти интересы могут друг другу противоречить. В случае работы в корпорации, вот я работал в компании Intel в Санкт-Петербургском филиале. У нас был наш филиал региональный, а был проект распределенный. И интересы твоего филиала вступали иногда в противоречие с интересами проекта. Ну, потому что ты начинаешь конкурировать с другими филиалами. И тебе это тоже нужно учитывать. То есть тут, на самом деле, история может быть непростая. У вас у каждого своя. Возвращаясь к тому, зачем люди приходят. Если мы исходим из того, что есть пять этих задач. Проверить, управление мое или не мое. Перестать работать за всех. Наладить работу в команде. Вырасти по карьере и деньгам. Избавиться от синдрома самозванца. Или найти новые точки интереса в профессии. Коллеги, вот обращаясь к вам. Вам какие задачи более интересны, что ли? Вот вы рассматриваете этот курс для того, чтобы решить, какие из этих задач. Можете прямо через запятую. Там один, три, четыре. Или, может быть, какая-то своя задача, с которой вы пришли на нашу последнюю презентацию. Карьерный родник пишет. Ага. Два, четыре, пять. Принято, Мария. Спасибо. Я сейчас точки интереса. Сова. Да, вижу, Надежда. Спасибо. Ксирин, тоже вижу. Один, два, четыре. Ага. Коллеги, я направляю вас сейчас, ваш фокус внимания на вас. Потому что все, что я потом буду рассказывать, или Слава, может быть, присоединится ко мне, вы, пожалуйста, примеряйте к себе, насколько это нужно вам. Мы-то во что верим, что программа обучения начинает работать, когда это ваш добровольный выбор. Потому что, ну, очень простая история. Давайте так. От кого зависит результат обучения? От кого зависит то, чтобы у вас в результате обучения что-то изменилось? От нас или от вас? Очень простой вопрос. От нас или от вас зависит то, чтобы у вас в результате обучения что-то изменилось? От нас. Мария берет ответственность на себя полную. Хорошо. Вячеслав Ильич, мы можем ничего не рассказывать в целом. Мария. Ну, я шучу, коллеги. Извините, подкалываю вас. Расходимся. Расходимся. Мне кажется, оно зависит и от нас, и от вас. Я вот здесь соглашусь с Максимом. Мы разделяем эту ответственность. То есть мы создаем некую инфраструктуру, в которую вы приходите для того, чтобы чему-то научиться, что-то понять про себя. Но что вы измените в вашей жизни, это уже ваша история. Это ваша ответственность. Поэтому здесь ответственность за результаты обучения мы с вами разделяем. И поэтому мне хотелось бы, чтобы вы яснее, что ли, представляли, зачем вам все это может быть нужно. Потому что обучение – это инвестиция по деньгам, по времени, по некомфорту. Придется встречаться с другими людьми, с ними общаться. Ну, хорошая новость в том, что сотни студентов проходят через это, и у всех все нормально. Но все равно, то есть определенный дискомфорт, безусловно, будет. Поэтому нужно ясно понимать, зачем вы здесь. Спасибо за ваши ответы и за то, что фокус внутри себя направили. Давайте теперь про саму программу поговорим и заглянем внутрь. Сегодня мы запланировали, на самом деле, делать то, чего никогда не делали. Я хотел бы показать сценарий наших трехдневок, прямо поминутные, то, что мы делаем, про что там будет, какой инструментарий, какие кейсы там и так далее. Поэтому мы сегодня заглянем внутрь и посмотрим на максимальное количество деталей. Наша задача на сегодня, на самом деле, очень простая. Во-первых, прояснить, что нужно уметь, чтобы действительно управлять командой, не называться руководителем, а действительно управлять. То есть второе, подсветить ваши слепые зоны, то, что за собой, может быть, не всегда замечаешь. Третье, это показать, чем курс команды, может быть, вам полезен. И здесь как раз мы максимально в него погрузимся, и вы все это посмотрите в детали. Показать, что будет в курсе, и самое главное, прояснить, чего от этой программы ждать, чего не ждать. Потому что точно не все проблемы в жизни решаются обучением. Многие вещи решаются какими-то другими историями. Там, работать с психологом, с колычем там и где-то еще. Ну что, поехали. Первое, значит, про подсветку слепых зон. Мы в какой-то момент с Вячеславом Юрьевичем, мы к тому времени уже лет 7, наверное, занимались обучением, мы сели и начали так размышлять. А вот руководители к нам приходят, не умея делать что? И что вообще должен делать руководители? Где руководители западают? В каких областях? И мы сели, у нас получилась такая, мы это назвали модель управленческой компетентности. То есть выделилось 8 тематических областей, которые важны для любого руководителя. Это аудит команды, то есть понимать, что у тебя за люди, на каком этапе развития социальной группы находится, что ты с этим можешь делать. Это собеседование, найм, отбор, онбординг, увольнение. Это постановка, контроль задач делегирования. То есть поставить задачу, договориться о типе контроля, проконтролировать, скорректировать там и так далее. Это конструктивные коммуникации. Это ежедневные операции в виде там написания писем, проведения созвонов, каких-то встреч, презентаций. Контроль состояния команды и обратная связь по разным методикам. Да, обратная связь, как известно, бывает позитивная и какая? Совершенно верно, и конструктивная. Вот два вида, ее нужно обязательно давать всем. Оценка производительности, чтобы люди понимали, что их работа справедливо оценивается. И работа с заказчиком руководства, потому что там у тебя инструментарий другой. За счет того, что роли разные. Так вот, мы набросали эту модель управленческой компетентности, и у нас по итогам родился некий тест, который мы назвали тест управленческой компетентности. В нем 24 вопроса, то есть по каждой из областей 3 вопроса, где можно себя оценить. Вот я это использую регулярно, нерегулярно, или в моем управленческом стиле это вообще не наблюдается. Я попрошу нашу команду поддержки ссылочку сейчас продублировать. Да, Настя, спасибо большое. Коллеги, можете этот документ себе взять, скопировать, и потом после эфира заполнить про себя, и посмотреть. Еще раз, это не хорошо и не плохо. Тут главное, будьте честны сами с собой. Наблюдается, наблюдается, не наблюдается, не наблюдается. Это некая ваша реальность. Вы в ней живете, вы вот так выстроили свою работу. Что я знаю, что мы точнее знаем, что если этим не заниматься регулярно, вот всеми этими вещами, рано или поздно где-то прорвет. Вот что-то пойдет не так. Я могу сказать, что у выпускников стартоплана средняя оценка это 40 по вот этому тесту из 48 возможных. Когда мы проводили по всем нашим подписчикам, средняя оценка была 29. Как будет у вас, коллеги, сами увидите. Самое важное, посмотрите на это критически, что ли. Насколько это про вас, насколько вы про это осознанно забываете, или осознанно не делаете, или может быть это какой-то ваш неосознанный выбор. Это про модель управленческой компетенции. На самом деле, курс команды был составлен во многом с отсылкой к этой модели. То есть мы в рамках курса прорабатываем все, что вот в этой модели присутствует, все, что необходимо с нашей точки зрения хорошему руководителю. Теперь про сам курс команды. Это большая программа, 9-месячная. Ее ведет большая такая банда преподавателей, команда преподавателей. Вот, кстати, Роман Ивлеев, которого я упоминал, сверху, справа находится. Вот, исторически наш первый студент, уже много лет технический директор. Команда преподавателей большая. Я не буду представлять всех, но в целом это люди, имеющие большую управленческую личную практику, с которой много работали управленцами. Или как мы со Славой, мы до сих пор работаем. Мы руководим командами внутри стратоплана. Все, чему мы учим, мы используем. Второе, это большой преподавательский налет. То есть, когда ты 300, когда я 300 раз рассказал тему конструктивной конфронтации, ну, это в целом было уже неплохо, да, потому что на 50-й раз я начал понимать, про что я рассказываю. Значит, на 70-й как-то начало получаться уже. Вот, на 100-й раз я уже примерно понимал реакцию людей. Ну, я к чему я шучу, естественно, но чем больше ты преподаешь, тем больше ты понимаешь, как работать с людьми в обучении. Как реагировать на их обратную связь, что с ними происходит на уровне процессов, где возникает сопротивление, в чем оно выражается, как с этим работать, как людям давать обратную связь в рамках обучения, как своим поведением как преподавателя демонстрировать то, чему ты людей учишь. Да, когда мы учим других, мы, конечно же, учимся и сами, 100%. Поэтому мы, кстати, рекомендуем все, что происходит в курсе команды, потом рассказывать кому-то в работе, потому что это другой формат обучения. Когда ты проговариваешь, ты подбираешь свои примеры, и ты понимаешь материал глубже. Еще раз, команда преподавателей. Большой практический опыт, большой преподавательский налет и психологическая подготовка. Либо академическое психологическое образование, либо методические программы. Все это вкупе, оно дает хороший эффект. Именно с точки зрения влияния на студентов. Кроме команды тренеров, экспертов, есть еще большая команда фасилитаторов. Эксклюзивно для курса команда. Это те люди, которые будут работать с вами в рамках групповых практик. И в самих основных сессиях обучения, и в межсессионной практике. То есть, коллеги, вы там точно не потеряетесь. У вас будет отдельно выделенный человек, который будет вас задействовать в обсуждениях, следить за тем, чтобы вы не отмалчивались там и так далее. То есть, если вы придете в обучение, вы уже оттуда вряд ли куда-то денетесь. За счет того, как это выстроено. Ну, давайте поделюсь цифрами. У нас доходимость до конца курса, курс 9-месячный. Доходимость до конца курса больше 90%. То есть, из обучения очень сложно выпасть. Вот, и это, наверное, для вас хорошо. Так, команда преподавателей. Это мы проговорили. Теперь, возвращаясь к тому, к тем точкам баланса, между которыми вам нужно балансировать. Что здесь является главным для руководителя? С нашей точки зрения, главным является бизнес. Потому что мы все равно работаем в коммерческих компаниях. Мы делаем бизнес. Мы делаем так, чтобы через результаты наших команд эта компания развивалась, получала деньги и так далее. И это краеугольная точка, про которую на позиции инженера ты очень редко думаешь. На позиции инженера ты сфокусирован на коде, на том, чтобы это все работало. Если ты тестировщик, ты сфокусирован на чем? Естественно, на том, чтобы все разломать, что-нибудь отломить, поймать какой-нибудь трудновоспроизводимый баг, как его описать, ну и так далее. То есть ты сфокусирован на очень интересных, но инженерных вещах. На позиции руководителя ты не можешь себе этого позволить. Потому что от твоего фокуса зависят другие люди, зависят команды, в том числе и ты сам. Поэтому интересы бизнеса. И от этого мы отталкиваемся в рамках нашего курса в наших первых трех днях. То есть у нас несколько блоков, и начинаем мы с того, чтобы понять, как работать с заказчиком, руководством и пользователями, если они есть. Второе – это как наладить отношения с бизнесом, прозрачность, прояснение ожиданий и так далее. После чего идем дальше по блокам. Управление временем, ресурсом, то есть управление собой, потому что вначале надо разобраться с собой. Управление командой, как социальной группой. Управление индивидуально людьми в команде, потому что внутри команды каждый человек индивидуален. Его состояние меняется, у него идут всплески энергии, у него что-то случается в семье. Это все влияет на голову, все влияет на состояние. Он с кем-то поссорился в команде или за пределами команды, это тоже будет влиять на то, как он работает. И это важно замечать. Шестое – про задачи. Про задачи и процессы. Постановка задач, контроль, какие там пять типов контроля присутствуют, семь уровней делегирования, и вот это вот все. Седьмое – это управление продуктами на том уровне, на котором это нужно знать руководителю команды. Практика принятия решений, потому что, повторюсь, от этого зависит твой авторитет. И управление изменениями как последняя тема, потому что изменения все равно будут и инициированы сверху бизнесом, и те, которые ты инициируешь, и те, которые твои инженеры захотят инициировать. Всем этим важно уметь управлять. Вот такие девять тематических блоков в сентябрьском курсе команды. По временной шкале, значит, как это все выглядит. Первое, с чего мы начинаем, это вообще не обучение. Первое – это ассессмент студента на входе, потому что вы придете в курс команды все с разными целями и в разном состоянии. Мы это уже увидели. Что мы просим студента сделать, я чуть позже расскажу подробнее. Написать эссе про себя, решить управленческий кейс, и потом у него есть личное собеседование с представителем школы. Это примерно созвон на полчаса, где мы обсуждаем ваш запрос на обучение и то, как вы решаете управленческий кейс. Для чего, чуть позже расскажу. А вот дальше начинается обучение. Обучение у нас идет трехдневками, то есть каждый месяц одна трехдневка. Расписание на сайте есть, коллеги, можно его уже там посмотреть, найти. Обычно это пятница, суббота, воскресенье по 5 часов онлайне с 10 до 15 по Киеву и Москве мы учимся. Не пугайтесь, 5 часов онлайне, кто не учился, время пролетает незаметно. Там внутри есть два кофебрейка, там есть методика, то есть там все будет нормально. Между трехдневками у нас еще есть межсессионная практика. Раз в неделю вы будете своей группой созваниваться примерно на час с нашим фасилитатором и закреплять материал трехдневки. Это будет какой-то кейс, который закрепляет тот материал, который вы эти три дня изучали. То есть три дня отучились, и потом каждую неделю по часу. Потом снова три дня, там спустя четыре недели, три дня по часу. Учитываем, естественно, новогодние праздники, учитываем какие-то, значит, общепринятые выходные. Примерно так вот происходит обучение. В конце, если вы все это проходите, значит, у вас получается диплом, который можно добавлять себе в LinkedIn или туда, куда вы хотите добавить диплом. Очень красивый. Безусловно, именно ради него и стоит пройти эту 9-месячную программу. Значит, в процессе у нас будет еще три контрольно-корректирующие сессии. Это когда мы созваниваемся на пару часов. Они в целом не так, чтобы обязательные, но полезные, чтобы провериться, вы получаете то, зачем вы в программу пришли, или не получаете. Потому что, ну, в чем дело? Понимаете, работу с вас никто, скорее всего, не снимет. Правда? У вас останется куча задач. Если вы куда-то релацировались, как обустроить семью, или не релацировали, все равно, как обустроить семью, дети. Весь этот скоп задач с вас никто не уберет. И постоянно фокус будет сбиваться. Вы пришли в программу за одним, но тут надо решить какие-то задачи, надо выпустить релиз, что-то у нас итерация заканчивается, еще что-то. И вас будет туда вот клонить вашу рутину. Чтобы этого не происходило, мы вот этими контрольно-корректирующими сессиями будем вас возвращать. Коллеги, понятно ли примерно схематично, как выстроена программа? Если понятно, напишите мне, пожалуйста, плюсик, и мы заглянем внутрь. Да, спасибо большое. Плюсики вижу. В целом, вот этот формат не нов. То есть мы в нем работаем последние четыре года, и он замечательно отрабатывает. То есть уже порядка двух тысяч человек вот через программу в этом формате прошли. Коллеги, если придете, это отработает, скорее всего, карчасы. Давайте теперь чуть подробнее про асессмент студента. Еще раз. Мы просим каждого человека написать эссе на тему «Зачем я к вам?» Вот для чего я хочу потратить девять месяцев в своей жизни, вот это энное количество денег, и еще хочу чувствовать себя иногда некомфортно, чтобы изменилось что. Второе, что мы просим, мы просим человека решить управленческий кейс. Он не про IT, он вообще про миксеры. Ну, ты руководитель, уезжаешь в отпуск, пока ты был в отпуске, там, твои сотрудники что-то отломали, ты возвращаешься, вот тебе надо с этим что-то делать. И дальше личное собеседование с человеком. У этого всей истории есть три главные задачи. Первое. Это прояснить, чем конкретно вам программа будет полезна, исходя из вашего эссе, исходя из ваших задач. Иногда, если оно написано нечетко, мы так и говорим, слушай, я не понял, зачем ты идешь в программу. Вот что должно произойти, чтобы ты себе через девять месяцев сказал «Я тогда правильно сделал или сделала, что решил сюда записаться?» Вот ты же зачем-то идешь, ты не просто так на этом вебинаре оказался или в программе. Скорее всего, есть какое-то интуитивное желание. Ради чего? Давай это предметим. Вот на этом мы тратим часть разговора. Второе. Мы обсуждаем решение кейса. Кейс один и тот же решают все по-разному. Я провел порядка 120 таких собеседований личных. Это удивительно на самом деле. И решения разные, и люди тратят времени разное количество. Кто-то больше, кто-то меньше. И на этой разнице ты замечаешь феномен. И что интересно, в этом решении кейса проявляется твой личный управленческий стиль. Коллеги, вот он у вас у всех есть. Ваш нативный управленческий стиль. У кого-то демократичный, у кого-то либеральный, у кого-то более авторитарный, директивный, у кого-то какой-нибудь там личным примером. Но у всех свой. Он нативный, есть у всех. И в кейсе это можно увидеть. Кто-то идет решать за всех, кто-то предлагает уволить героев кейса, кто-то предлагает себя депримировать, потому что что же я за такой руководитель, у которого в команде вот такое происходит. Вот что ли, то есть мы подсвечиваем управленческий стиль. И у этого управленческого стиля, как у любой медали, есть две стороны. Оно вам дает что-то хорошее, благодаря ему вы оказались вот там, где вы оказались. Но также там есть и такие точки западания, которые не дают двигаться дальше, не дают вернуть интерес к профилю, ну и так далее. То есть вот все дроубэки, говоря по-русски, там находятся. Это мы замечаем. И показываем, где в программе можно вот с этим работать. Что еще? В рамках обсуждения мы обращаем внимание на то, как человек обсуждается. Потому что в самой программе обсуждений много. Если ты все время настаиваешь на своей точке зрения, то какую пользу ты получишь из обучения? Ну, ты всем объяснишь, что ты во всем прав. И в какой момент случатся изменения? Если наоборот ты что-то высказал, но при возражении ты сдал назад, а как ты тогда будешь учиться? Не похоже ли это на то, что происходит в реальной жизни? То есть мы подмечаем эти феномены и людям возвращаем, чтобы они обсуждения потом смогли строить немножко иначе и получать чуть больше пользы из обучения через групповую практику. Вот это главная задача асессмента. По сути, мы договариваемся, на что человеку обратить внимание в самой программе, наблюдая за человеком. Схема самой трехдневки. Когда мы начинаем учиться, она очень простая. То есть у нас есть пятница, суббота и воскресенье. Хорошая новость. Внутри каждого дня есть кофебрейки, есть иногда перерывы на обед. Мы учимся пять часов. Это лекционный блок, это кейс, какая-то индивидуальная работа над ним, потом мы расходимся в группы. Идет работа в группах с нашими фасцилитаторами, группа решает кейс согласно тем вопросам, которые ей заданы. Потом мы возвращаемся в общий зал, разбираем кейсы на всех, новый лекционный блок и пошло-поехало. Периодически останавливаемся, чтобы подвести итог, присвоить опыт, что из этого я забираю к себе и идем, соответственно, дальше. Примерно так мы строим работу каждой трехдневки. Коллеги, здесь мы можем с вами сейчас заглянуть. У нас как раз, я смотрю, что время есть. Давайте мы заглянем внутрь трехдневок. Не знаю, если это интересно. Коллеги, интересно ли посмотреть внутрь трехдневок, что там внутри сценариев происходит или нет. Это только мне интересно. Если интересно, какой-то... Да, спасибо большое за плюсики. Я тогда сейчас попробую демонстрацию переключить на окно, где сейчас это присутствует. Скажите, пожалуйста, видно ли такую гуглу табличку? Да, гуглу табличка. Вот, ну вот у нас есть курс команда, а вот RO это руководитель отдела. Про это я буду рассказывать на презентации через полчаса про курс руководителя отдела. Здесь у нас, соответственно, есть модули, которые у нас в этой программе будут присутствовать. Один из модулей про управление продуктами все еще находится в работе, поэтому их пока восемь, но суммарно их будет девять. Ну, давайте вот откроем первый и посмотрим. Собственно, трехдневка, которая называется роль задачи руководителя управления ожиданиями бизнеса и команды. Вот можете посмотреть, что здесь по минутам расписано, что будет происходить. Эту трехдневку будет вести Антон Савочка, который начинает уже много лет все наши программы и завершается. скорее всего, и пошел-поехал. То есть запуск программы, правила работы расписания, потом мы говорим про роль менеджера в организации, 10 ролей менеджера по Минсбергу, чтобы это сейчас не означало, и начинается первая практика. То есть уже спустя первый час мы будем работать над ожиданиями, над знакомством с той группой, в которой вы будете учиться. Она будет одна и та же сквозь всю программу. Важно с людьми познакомиться, установить контакт. Я просто как интроверт, когда я оказываюсь в группе незнакомых людей в рамках обучения или не только, мне становится страшновато. Ну, потому что непонятно, что за люди, как они отреагируют на меня, на то, что я буду говорить. Если у вас похожая история, можете нам смайлик, пожалуйста, написать. Потому что, ну, вот, для меня она очень понятная и очень близкая. Почему-то грустный смайлик Марина пишет, да, и каждый раз ты это преодолеваешь, вот, да, иногда, пишет Вячеслав Юрьевич, да. Ну, у всех по-разному. Но что любопытно, ведь то же самое происходит и в работе. Когда мы стартуем новую команду, собираем, у людей происходит именно это. И та механика, которую вы будете проживать вот в рамках вашей учебной группы, эти процессы, они в том числе повторяются и в работе. Макропроцессы повторяются в микропроцессах. Наша задача это все прожить, пронаблюдать, увидеть и посмотреть, как с этим можно работать. Поэтому вот здесь вот мы знакомимся, у нас тут устанавливается какой-то базовый уровень доверия, и мы смотрим на людей, с которыми мы будем работать. После чего кофебрейк. Те, кто не прошли тест по диску, проходят тест по диску. Несмотря на то, что его критикуют с научной точки зрения, мы все равно эту типологию используем. Я, например, с ней познакомился еще, когда работал в Intel, и в целом там зарубежный бизнес очень часто использует либо диск, либо Myers-Briggs. Как модель? Чтобы показать, что люди бывают разные, вот, значит, в чем их особенности, и как с этим можно работать. После чего вот начинаются кейсы. Кейс ключи от героев, опять же, чтобы это не означало индивидуальная работа, потом мы в группах это обсуждаем, потом собираемся, разбираем с экспертом, ответы на вопросы, подведение итогов дня. Вот незаметно первый день и пролетел. После чего начинается второй день, все то же самое, ответы на вопросы, которые появились за проведенную ночь, лекция про ожидания, и тут же начинается работа с кейсом. Причем, знаете, что интересно, вот эти кейсы, они во многом будут сквозные. То есть там прям история некой команды, там есть ее тимлидер Тимофей, который проживает разные ситуации, и вы вместе с Тимофеем будете их проживать и их решать. После чего у нас тут управление ожиданиями, матрица прозрачность доверия наша любимая, вот новый кейс, и пошло-поехало. Вот примерно так у нас будет устроиться работа. Интересный нюанс, что в первые трех дневки в третий день как раз придет Рома Ивлеев как гостевой спикер для того, чтобы поговорить про управление ожиданиями бизнеса. Потому что Рома последние много лет как раз работает с бизнесом как технический директор, и кроме того, он еще и выступает как бизнес для тех тимлидов, которыми он руководит. И вот там он приведет такой свой мастер-класс на эту тему, после чего мы поговорим про основу репортинга, то есть как настроить репортинг с бизнесом, так чтобы бизнесу было прозрачно видно, что вы делаете, возникало доверие на основании этой прозрачности и так далее. И мы подводим итоги модуля и здесь вот, как раз вот здесь вот, решаем, а что вы будете в своей реальной жизни делать в течение следующего месяца. Повторюсь, для нас обучение это произменение. То есть в конце каждой тревневки нам важно, чтобы вы уходили с идеями и с конкретными действиями, с коммитментом, что ли, что вы будете в реальной жизни делать по итогам вот этих трев дней. Может быть, это будет один шаг, может быть, несколько. Я очень верю в фокус, то есть намечаешь один фокус, и вот в следующей неделе ты только про это. Но эти шаги мы будем вас заставлять, подталкивать вас к тому, чтобы вы это намечали. Вот это первая тревневка. Давайте заглянем во вторую. Вторая тревневка, которую будет вести, если я правильно помню, Антон Корчинский, еще один наш замечательный тренер, Антон Андреевич Корчинский, коллеги. Я вот немножко завидую тем, кто не работал с нашими тренерами, вы, правда, получите большое удовольствие, потому что они разные, но они все очень классные. По-разному подают информацию. Иногда это непривычно в самом начале, но потом, когда привыкаешь, начинаешь что-то ловить кайф. Управление командой. Так, это у нас четвертый модуль, я нажал, да? Давайте нажимаем вот этот. Тут что? Тоже четвертый. Прекрасно. Значит, у нас ссылочка неправильная. Ну, раз уж мы открыли четвертый модуль, давайте на четвертый посмотрим. Про управление командой. То есть, одна из наших, наверное, любимых тем. Команда – это группа людей, которые можно с разных сторон рассматривать, исходя из разных моделей. И здесь мы как раз это и делаем. То есть, мы берем модель Брюса Такмана, вот смотрим с нее, берем модель Патрика Линсионе про пороки команды и берем Мамонт, как ставить цели и почему это важно. Да, тут еще, видите, рабочие пометки какие-то, будем считать, что вы их не видите. Что здесь самое главное? Вот у нас старт ответы на вопросы, ответы на вопросы по прошедшему модулю. Кейс про недокоманду, то есть, мы сразу так проблематизируем нашу аудиторию, чтобы вы понимали, на что нам дальше нужно обратить внимание и как мы дальше будем двигаться. После чего говорим про Мамонта как некую цель, смотрим на то, какие есть средства для того, чтобы этого Мамонта формулировать, смарт, KPI, УКР и все остальное прочее. После чего кофе-пауза, чтение задания к уже прочитанному кейсу, то есть здесь мы кейс загрузили в голову, а вот здесь вот к нему идет уже задание. Такая вот интересная методика. После чего переходим к решению этого кейса в подгруппах. Когда возвращаемся из подгрупп, тренер разбирает этот кейс, и мы эту тему тем самым завершаем. Про Мамонта, это KPI, УКР и так далее. После чего переходим к методике Брюса Такмана про шторминг, про норминг, про перформинг и так далее. Разбираем эту историю, что там руководитель может делать, то же кейс, то же решение в группах, разбор кейса с тренером и так далее. Второй день про команду у нас будет посвящен теме отбора, найма, повышений и увольнений. Мы когда тренировку планировали, я помню, что у нас много копий сломали на тему того, можем ли мы все поместить в эти три дня. Но решили, что в итоге можем, и вот тут у нас есть рабочие пометки на тему того, как все делать. Кстати говоря, скажу пару раз, коллеги, у кого сейчас проходит собеседование? Если вы проводите сейчас собеседование, можете плюсик написать, а кто не проводит, минусик? Плюс, минус, плюс, плюс, минус, плюс, плюс. Ну, интересно. То есть у нас, получается, уже всех прособеседовали. Окей. А у кого прямо сейчас идут сокращения? Вот можете написать смайлик нам. Потому что мы новости читаем, и они последние, наверное, года 2-3 сокращения прямо идут массово. В крупнейших компаниях они то больше, то меньше, но в целом они прямо происходят. Год назад было две волны очень сильные. Ну вот, это часть нашей жизни как руководителей, и там важно прямо уметь. Вот если говорить про найм, я могу сказать, что я, например, как руководитель, у меня было четыре, наверное, таких принципиальных изменений от того, как я собираю людей. Того, как я отбираю, точнее, людей. То есть, вначале, когда я пришел, мы тогда работали на Sun Microsystems по контракту, ну, я приходил на собеседование, смотрел, как мои коллеги отбирают. Потом я начал читать статьи Джоэла Спольски, книжку Игоря Одинцова, книжку, как сдвинуть с места гуру Фудзи, начал добавлять вот эти гугловские вопросы и подумал, что мои собеседования вышли на новый уровень. Потом я пришел в компанию Intel, а в компании Intel ты не можешь проводить собеседование, если ты не прошел обязательный четырехчасовой курс behavioral interviewing. И вот нас там учили поведенческому интервью, и там, значит, я что-то еще себе взял. И четвертое принципиальное улучшение было, когда мы со Славой познакомились с материалами Натальи Ивановой, нашего отечественного тренера, автора книги «Искусство подбора персонала». И вот все вместе это, потом к нам пришла еще Света Бодренкова, которая 20 лет уже готовит инженеров к техническим собеседованиям с заказчиком, в чем по итогу родилась методика, которую мы всем рекомендуем, которую мы со всеми прорабатываем. Идея очень простая, что люди бывают разные, и что на собеседовании мы можем оценить? Мы оцениваем компетенции навыковые, личностные. Это разные вещи. И третье, что мы на собеседовании еще оцениваем? Мотивационные факторы человека, что он на самом деле хочет. И дальше мы примеряем вот человека в этом многообразии к тому месту для вот этого кусочка пазла в нашей команде, который мы ищем. И есть методики проверки компетенций и навыковых, и личностных, и мотивационных факторов. Вот эти методики мы разбираем. Потому что вот собеседований, которые я видел и продолжаю видеть, к сожалению, в нашей индустрии, на мой взгляд, они не проверяют. В итоге получается миссфайр, человек не вписывается, команда страдает, менеджер страдает, тем лиц страдает, все страдают. В итоге заканчивается это всегда плохо. Просто потому, что на входе вот этот фильтр не докрутили. Что касается сокращений, там отдельная история. И там важно прорабатывать справедливость, ясность и четкость. Потому что когда человек сокращает или увольняет, скорее всего, для него это будет неприятно. И тебе важно быть здесь максимально четким, максимально ясным. И для него, и для всей остальной команды, у которой будет вопрос, а что же здесь на самом деле произошло. Вот это то, что мы здесь будем разбирать в рамках второго дня. И третий день. Это у нас будет конструктивная конфронтация вниз. Конструктивная конфронтация, как основной метод решения проблем с людьми, так, чтобы с ними не портить отношения, а иногда их даже улучшать. Там принципы конструктивной конфронтации, алгоритм, мы учитываем психотипы, то, что было у нас в первой трехдневке и так далее. Вот это то, что мы здесь будем прорабатывать ровно так же. Вот у нас тут кейс про команду, пять сотрудников, у двоих конфликт, трое при этом не принимают задачи, двое идут в конфронтацию, вот, и пошел-поехал. Здесь, так, я тут что-то меняю уже. Вот, и здесь мы, соответственно, это все дело решаем и подводим итог. Так, я вижу, что мне коллеги из команды поддержки, спасибо большое, прислали ссылочку на второй модуль. Давайте туда тоже заглянем. Да, вот он, второй модуль, Team Lead Команды, Team Lead Business. Вот здесь мы немного затрагиваем тему конструктивной конфронтации, но в рамках наверх. То есть, как нам конструктивно договариваться с теми, кто наверху. Какие у нас тут есть границы, тоже ведет Антон Корчинский, видите. Вот основная идея. Какие решения как принимает Team Lead, какие границы как и с кем отстаивает и о чем договариваются и как договариваются с бизнесом, руководителем, другими стейкхолдерами. Тут мы разбираем конструктивную конфронтацию, отказ от обвинений и вот все, что с этим связано. Работа над кейсом в подгруппах, работа вместе с тренером, демонстрация от тренера. Вот, кстати, любопытная история, которая является стилем Антона Корчинского, потому что он любит показывать, как нужно применять вот те методики, которые он применяет, которые рекомендует. То есть, скорее всего, он кого-то из вас вызовет в общий зал вот поработать с ним один на один, все остальные на это смотрят, выступают наблюдателями. Антон пока... Антон, ничего страшного нет, Антон просто демонстрирует методику, после чего вы эту методику можете попробовать друг на друге и отработать внутри уже свою игру. Ролевая игра, вот как раз это она. Вот, после чего рефлекс ролевой игры и подведение итогов. Второй день, значит, лестница решения в бизнесе, как происходит принятие решений, как это доходит до темлида и как это запускать обратно по этой лестнице. Индивидуальная работа с кейсом, работа с кейсом в подгруппе и так далее, подведение итогов. Ну и третий день про то, как конфронтировать руководство. Наверх и конфронтация с заказчиком. Вот это основные блоки во втором модуле. Коллеги, примерно понятно, как строится тревневки. Если понятно, вы мне плюсик, пожалуйста, напишите. Вот мне просто хотелось показать, что есть поминутные сценарии, мы по ним идем. Причем я здесь как заказчик и, наверное, один из основных методистов, я здесь выступаю за максимальную четкость. Я всех наших тренеров ругаю, если они не укладываются в тайминг, поэтому они последние годы укладываются в тайминг. То есть, если мы начинаем в 10, мы закончим в 15.00 или в 15.30, там, зависит от плана. Но мы закончим ровно тогда, когда мы пообещали. Потому что вот эта четкость, на мой взгляд, должна присутствовать и у хорошего руководителя. И тем самым мы демонстрируем то, чем мы научим. Поэтому поминутные сценарии, кофебрейки, обеды, чтобы ничего никуда не уползало, все продумано и для того, чтобы вы могли в этом спокойно учиться и получать от этого пользу. Смотрите, если сравнивать сентябрьский поток с классическим курсом команды, который много времени, вот уже несколько лет последних проходил. Мы программу сделали длиннее. Раньше у нас было 6-7 месяцев, сейчас это 9 месяцев. Что добавилось? Во-первых, добавилась отдельная трехдневка про управление с собой. своим ресурсом, своим временем. Кроме этого, добавился фокус на работу с бизнесом в виде двух-трехдневок, потому что это прямо важно. От того, насколько вы научитесь работать с бизнесом, зависит ваша карьера и карьера вашей команды, ваших людей. То есть там много чего, и ресурс зависит, что интересно. Потому что мы подзаряжаемся от той работы, где нас ценят, и мы разряжаемся от той работы, где нас не ценят. Контрольно-корректирующая сессия и усиленный преподавательский состав. Вот это то, что отличает сентябрьский поток от того, что было раньше. Вот так все это выглядит еще раз на временной шкале. Внутри, внутри на самом деле вас ждет довольно много кейсов. Их порядка 108. Вот я могу даже показать, у нас есть специальная база данных. Сейчас я ее найду. Вот примерно так она выглядит. Но тут не надо в нее вчитываться, можно просто увидеть, что тут очень много кейсов. Мы потратили несколько часов, когда с нашими тренерами сидели и думали, вот те кейсы, которые у нас уже разработаны, к какому блоку мы их можем отнести, что нужно будет разрабатывать дальше. В общем, если говорить про курс команды, там 108 кейсов. У нас там группы бывают базовые, бывают продвинутые. Базовые – это если вы никогда системно не учились, продвинутые – это если вы уже достаточно опытный руководитель. И сложность кейсов отличается. И в рамках самой трехдневки иногда, и в рамках межсессионной практики. Поэтому кейсов много. То есть их больше сотни и на самые разные темы. Причем кейсы авторские, вы, скорее всего, с ними вряд ли где-то столкнетесь. Они все разрабатываются именно под эту программу, именно под эту вселенную. Кольки, по сути, курс команды – это такая инфраструктура для изменений. Куда вы приходите, 9 месяцев в ней находитесь, и постепенно-постепенно что-то меняется. Меняться, может быть, будет иногда резко, вот прямо что-то раз и начало получаться. Но, скорее всего, меняться будет постепенно. Как в тренажерном зале. Ты приходишь, начинаешь заниматься по чуть-чуть, но регулярно. И спустя 9 месяцев смотришь на себя в зеркало. Другой человек. Точно так же и здесь. По чуть-чуть, но регулярно работает лучше, чем одним большим припадком за два дня. Оценки, ну, можете посмотреть. Мы стараемся, чтобы в курсе команды оценки у нас были не меньше 9 по 10-ти бальной шкале. Поскольку этот курс мы ведем давно, в том или ином виде, фактически 15 лет. Этот материал. Многие блоки, они обкатаны сотни раз. То есть мы знаем, что это работает. Поэтому, скорее всего, оценки здесь будут такие же. Скорее всего, вы получите прям много пользы, если вы сюда запишетесь. Ну, просто потому, что материал уже обкатан многократно. Подводя итог. Вот, исходя из нашего опыта, получается, 15 лет уже в бизнес-обучении, для изменений нужно несколько вещей. Первое – это знания. Но мы, как люди технические с вами знания иногда переоцениваем. То есть нам кажется, что если что, мы погуглим, книжечку прочтем, вот, разберемся, и все начнет получаться. Коллеги, если у вас возникает иногда такая мысль, можете смайлик написать нам в чат. Потому что даже у нас иногда возникает в отношении некоторых областей, скажем так. Да, спасибо за смайлики. Шрифты разные. Нет, на самом деле, один шрифт. Это шрифт Монсеррат, просто он такой причудливый, в нем буквы «Я» отличаются. Ну вот, мы переоцениваем знания. Ну, потому что кроме знаний нужны еще навыки, например. А навыки вот так ты не приобретешь, их нужно нарабатывать. Это касается любого навыка, например, навыка конструктивного решения конфликтов. Вот вы спросите, «Александр, как решать конфликты?» Я вам расскажу. Коллегия, есть четыре фазы, подготовка, обсуждение проблемы, переход к обсуждению решения, контроль. Внутри них могу очень подробно рассказывать. Ну, правда, я тему конструктивной конфронтации вам могу рассказать. Вопрос. Умею ли я решать конфликты? Вы не знаете. Ну, вы же не видели никогда, правильно? Вот я сейчас выйду на улицу, ко мне подойдут два хулигана. Смогу я решить или нет? Вопрос. Потому что это навык. Тут уже нужно что-то уметь. И это нужно нарабатывать. Помимо навыков, еще полезны привычки, которые у нас присутствуют. На уровне просто подсознания иногда даже. Приходит новый человек, с ним надо общаться почаще. Например, да, там встречи один на один. Замечаешь какое-то обесценивающее слово на созвоне, проясняешь тут же, что это означает. И так далее. То есть привычек, на самом деле, у руководителей должно быть некоторое количество. И последнее, это образ мыслей. Образ мыслей руководителя отличается от образа мыслей сотрудника, который никем не руководит. Точно так же, как образ мыслей родителя отличается от образа мыслей ребенка. И здесь возникает много сложностей, особенно, когда ты становишься руководителем. А как же я теперь буду его ругать? Мы же с ним друзья. Мы же с ним вместе пили пиво, играли в Counter-Strike. И дальше мы начнем искать дистанцию. А как, где мы друзья, где мы уже руководители подчиненные. Это про образ мыслей. И он нарабатывается. Он не вот так вот, а нужно время прям. В компании Intel говорили, что переключение из роли индивидуал-контрибьютор в роль руководителя занимает от 6 месяцев до 2 лет. Из нашего опыта это не всегда происходит. Мы иногда по-прежнему остаемся головой в инженерии, а не в том, чего от нас ждет бизнес. И вот эти 4 вещи мы на самом деле в рамках курса команды и нарабатываем. И этому очень сложно научиться в видеокурсах. Правда. Но вот если вы рассматриваете альтернативы, посмотрите, потому что их много. Есть книжки, есть видеокурсы, но очень сложно научиться по видеокурсам. Почему? Потому что нет обратной связи. Важен живой контакт с экспертом. Когда ты можешь ему задать вопрос, он тебе тут же выдает ответ. Ты уточняешь вопрос, новый ответ. Это очень быстро. С видеокурсом в комментариях это как как e-mail написать письма. Ты написал письмо, коллеги в Америке его прочитали, когда ты спишь, написали, ты приходишь такой, блин, я же это не спросил. Это очень медленно. Живой контакт с экспертом, как у нас сейчас с вами, работает гораздо лучше. Вторая практика с другими людьми и качественная обратная связь через это. Потому что, во-первых, ты видишь, что работает, что не работает, ты можешь попробовать вести себя нетипично, говорить по-другому, например, и увидеть, может, оно лучше работает. И тогда, а, окей, тогда и со своей командой тоже так буду делать. Сразу со своей командой боязно, ну, даже живые отношения, там, что-то не так скажешь, люди обидятся, там, или еще что-то у тебя безопасные условия и живые люди для тренировки, и ты для них, для тренировки. Качественная обратная связь от них. Тебе прямо скажут, слушай, вот, после того, что ты сказал, мне с тобой работать не хочется. А в жизни тебе так скажут, а может и нет, может, просто в голове поставят галочку, что с ним работать не хочу, и будут увольняться потихонечку. А внутренне сразу уволятся. А здесь это скажут. И длительность. Для изменений нужно время. Дайте, пожалуйста, себе время для изменений, коллеги. Не требуйте от себя слишком многого и сразу. И что самое главное, все это на самом деле остается с тобой навсегда. То, что ты нарабатываешь, оно остается с тобой навсегда. Навыки остаются навсегда. Как ездить на велосипеде. Напомните в фильме «Правдивая ложь». Никогда на самом деле не забудешь, как это делать. Вот так же и здесь. То есть если ты научился говорить, доносить конструктивную обратную связь безоценочно, этот навык с тобой останется. Если ты научился слушать и слышать и прояснять неясно, этот навык с тобой останется. Если ты научился ясно людям говорить, как ты видишь то, что сейчас происходит, и что-то от них хочешь, этот навык тоже с тобой останется. Вот такая история. Напоследок, мы верим в то, что изменения приходят к тем, кто инвестирует в себя. Не обязательно деньги, хотя это тоже. Время, усилия и фокус внимания. Вот то, к чему я нас с вами старался подвести в рамках этого часа, чтобы вы думали про себя, коллеги. Не знаю, насколько у меня это получилось. Но то, что вы этот час заинвестировали в себя, это уже очень хорошее начало. Если вы будете продолжать это делать, изменения точно случаются. Курс команды — это просто некий коммитмент, что вы очень много часов в себя инвестируете. 15 часов умножить на 9 трехдневок, получается 135 часов, плюс межсессионная практика. В общем, это прям много. Для того, чтобы себя в профессии руководителя чувствовать увереннее. Пожалуй, это все, что я хотел рассказать и показать. Регистрация в программу действует до конца завтрашнего дня. Есть рассрочка на 9 месяцев. Коллеги, если есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, у нашего замечательного бота. Он с одной стороны бот, а с другой стороны там сидят живые люди из команды Стратоплана. И их задача — прояснить все, что вас интересует по поводу этой программы. Для того, чтобы вы могли спокойно учиться и получили то, зачем вы эту программу на самом деле идете. Коллеги, есть ли здесь какие-то вопросы по курсу команды? Если есть, задавайте, потому что через пять минут мы начнем говорить про программу руководителя дела. Будут ли домашние задания? Домашних заданий, проверяемых, мы не планируем. Мы предлагаем вам кое-что сделать, но это остается, скорее всего, на вашей совести. При этом никто не запрещает, а я бы даже рекомендовал делиться своими успехами. То есть, когда начинается следующая трехгневка, я очень рекомендую написать, что вы сделали по итогам предыдущей. С одной стороны, чтобы обратную связь от эксперта получить, а с другой стороны, чтобы поддержать других студентов, что смотрите, вот какие изменения будут. При этом в любой момент вы можете, ну, во-первых, трехгневка, межсессионная практика, все, что я рассказывал, все останется. Если есть какой-то вопрос, в любой момент вы можете задать его в личном кабинете, отвечают эксперты. То есть, их задача своевременно отвечать на ваши вопросы. Завтра заявки, Евгений, еще принимаются. Сколько человек будет работать в одной команде? Слушайте, мы вот пока еще размышляем, я думаю, что это будет от шести до десяти человек. Раньше это было десять человек, ну, потому что кто-то может заболеть, чтобы все-таки была динамика в групповой практике. Возможно, здесь мы сделаем чуть поменьше, но ориентируйтесь на от шести до десяти человек. Это прям хорошо работает по опыту предыдущих потоков. В самом потоке, насколько я видел, сейчас восемьдесят четыре, по-моему, регистрации. Думаю, что будет там сто, сто плюс. Это не самый большой поток, не самый маленький. То есть, максимум у нас было, по-моему, сто восемьдесят человек в курсе команды. Но это хорошая рабочая группа. То есть, вот в такой группе, с одной стороны, у вас будет ваша команда, в которой вы все прорабатываете, а с другой стороны, будет большая аудитория, где можно обмениваться мнениями, делиться успехами, задавать вопросы, ну и так далее. И переопылиться опытом, что немаловажно. Хорошо. Ну что, тогда всем спасибо. Коллеги, через три минуты мы начинаем презентацию программы руководителя отдела. Если любопытно оставайтесь, кто чуть раньше к нам зашел, коллеги, это вот ровно в ноль минут начнется. Вижу еще вопрос от Марии. Если пропустил занятие по какой-либо причине, будут ли в записи? Да, коллеги, все записи у нас находятся в личном кабинете, все презентации в личном кабинете, кейсы, все материалы находятся в личном кабинете. Причем доступ туда сохраняется пожизненно. Ну, то есть, пока существует школа менеджмента Стратоплан, вот у вас будет туда доступ. Вот мы здесь никак никого не ограничиваем. Юрий, спасибо за теплые слова. Я очень рад, что такое влияние случилось на жизнь. Спасибо вам за то, что вы это влияние и оказали при помощи наших программ. Если интересна школа СТО, можно ли пропустить час? Никита, сто процентов, конечно. Про школу СТО и симулятор мы будем рассказывать вот ровно в 14 часов по Киеву и Москве. Нужно ли будет что-то изучать между встречами или только на лекциях? Елизавета, я бы не рекомендовал что-то изучать, правда. Нагрузка большая будет, вы лучше подумайте, как вы о себе позаботитесь. Ну, потому что у вас работа будет, семья, еще, значит, 15 часов вместо выходных каждый месяц на обучение, еще межсессионная практика. Я бы, честно говоря, лучше массаж спланировал какой-то или вот отпуска, или, может быть, выходные, или погулять. Правда, не перегружайте, вот не надо пытаться напиться из пожарного шланга. Вот лучше, вот программа, здесь я учусь, а вот здесь я восстанавливаюсь и пытаюсь это реализовать. Знаете, как в тренажерный зал, надо ли еще, значит, качаться между занятиями? Не надо, правда. Да, на презентацию школы технического директора к нам присоединятся еще и Илья Прахт и Андрей Крылов, наши эксперты, которые в этой программе участвуют, так что мы еще их тоже послушаем.